Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, учителя, все, кто смотрит нашу программу. Мы сегодня по традиции проводим День открытых дверей Московского университета. Сначала я, как ректор, расскажу в целом о Московском университете, а затем по расписанию на каждом факультете деканы факультетов, профессора, выпускники будут рассказывать о своем факультете. И я, конечно, предлагаю тех, кто интересуется уже конкретным факультетом, предлагаю переключиться дальше и слушать эту информацию. Фактически сегодня и весь день – это День открытых дверей Московского университета. Позвольте мне несколько слов об истории нашего университета. Нам скоро 270 лет. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Проект указа предложили два выдающихся человека. Один из них – государственный деятель Иван Иванович Шувалов, который был приближен к императрице. А второй – выдающийся ученый. Наше все – Михаил Васильевич Ломонос. Михаил Васильевич Ломонос уже отлично понимал, что такое университет, классический университет. И для кого он нужен. Он выступал за равенство поступления детей в университет, независимо от сословия. Он предложил вместе с университетом создать и гимназию. Он говорил, что университет без гимназии, что пашня без семян. Он предложил очень современный проект университета. Посмотрев европейские университеты, он учился в Марбурге, в Фрайберге. И хорошо понимал всю накопленную систему и опыт образования в Европе. И так Московский университет был создан. Татьянин день. Так императрица сделала такой подарок, жест Ивану Ивановичу Шувалову. Его маму звали Татьяна. И она подписала указ в день рождения мамы Ивана Ивановича Шувалова. С тех пор 25 января мы праздновали как день основания Московского университета. Многие-многие годы, и даже когда официально это празднование прерывалось в прошлые годы, наши выпускники собирались, где бы они ни были, в других странах, и праздновали день рождения Московского университета. А в 2005 году по нашему предложению, моему предложению, наш президент Владимир Иванович Путин подписал указ, что 25 января это день празднования всего российского студенчества. С тех пор день рождения Московского университета является и днем российского студенчества. Перед нами указ, оригинал у нас хранится в библиотеке об основании Московского университета. Я повторюсь, что в 2025 году нам 270 лет, мы готовимся к этому празднику, юбилею, и много делается, и об этом мы будем рассказывать. Сегодня Московский университет один из самых мощных и больших университетов у нас в стране и даже в мире. У нас 41 факультет, 377 кафедр, филиалы, 3 филиала в России, 6 зарубежных филиалов. Есть совместный университет МГУ с Политехническим Пекинским университетом в Шэньчжэне. Московский университет обладает очень мощным научным потенциалом, ведь профессора и научные сотрудники – это те люди, которые определяют уровень университета, его рейтинг, так иногда говорят. И вот мы один из ведущих университетов мира. У нас 11 тысяч профессоров и научных сотрудников, около 10 тысяч докторов и кандидатов в науку. Я не знаю другого университета мира, где бы был собран такой научный потенциал. 300 академиков, и это третья академия наук практически работает в Московском университете. У нас 50 тысяч студентов учатся, из них около 7 тысяч иностранных обучающихся. Вот если посмотреть на эти цифры, можно убедиться, что Московский университет – это мощный, мощный, это глыба научная. И, конечно, наш главный успех и наше преимущество – фундаментальная подготовка. Многие говорят, а что это такое? А вот фундаментальная подготовка – это база, основа. И если наши выпускники осваивают эти основы наук, дальше они спокойно работают где угодно – в науке, в образовании, промышленности, в экономике, в бизнесе. У них есть фундаментальное знание. И вот Московский университет отличается, прежде всего, фундаментальной подготовкой. Нам удалось ее сохранить. А вот тот потенциал, который у нас показан, позволяет эту фундаментальную подготовку осуществлять. Мы имеем 40 научно-исследовательских институтов. Это не бывало в университете, кроме факультетов, 40 исследовательских институтов. Это значит, что студенты, начиная с определенного курса, могут проходить практику на современных установках, оборудовании в этих институтах, заниматься наукой, оставаться работать на факультетах, в институтах – это тоже наше преимущество. Такого количества научных институтов в других университетах тоже нет. Мы обладаем самым мощным суперкомпьютером сейчас среди университетского сообщества и научного. Это «Ломоносов-2», 5,2 «Петафлопс». Запустили шесть спутников, один из них летает на орбите, спутник «Ломоносов». Мы имеем издательский дом, у нас, наверное, вторая в России по объемам научная библиотека, с мощным отделом редких книг, у нас есть факультет фундаментальной медицины и медицинский центр, но построенный, где мы занимаемся наукой, факультет готовит кадры и, конечно, оказываем медицинскую помощь нашим сотрудникам, ну и всем, кому нужно. Мы обладаем мощными ботаническими садами, они в нескольких местах. Это богатство Московского университета. Я больше акцент сделал в начале науки, давайте я о ней тоже сейчас немножко расскажу, а потом о главном, об учебе. Наука в Московском университете организована прежде всего на той мощи научных сотрудников, я приводил их количество, и, конечно, институтах научно-числительских, и факультетах. Ну вот я упомянул суперкомпьютер Ломоносов-2. Вот президент страны осматривает его, когда он был запущен. Это был один из самых мощных супервычислителей даже в мире. Сейчас мы монтируем другой супервычислитель, и он будет снова один из самых мощных. Тоже об этом расскажем в следующий раз. Мы обладаем сетью астрономических систем. Вот у нас есть сеть телескопов, мастер. Кнопка открытия башен этих телескопов, расположенных по всему миру, в Мексике, в Европе, в Азии, в Москве, в Московском университете. И мы можем, наблюдая за небом, из Москвы, из наших институтов, открывая тот или иной телескоп и наблюдая за космосом, звездным небом, сеть телескопов мастер – это уникальная сеть по всему миру, созданная учеными Московского университета. Мы уже говорили, запустили шесть спутников. Вот запуск спутника Ломоносова с космодрома Восточный. Это был первый запуск на космодроме Восточный, руководил запуском президент. И мы сейчас еще получаем информацию, отработающую на орбите спутника. Это целая станция, огромная станция с огромными размерами, которая сбрасывает нужную информацию для астрономов, физиков, математиков, биологов, географов. Мы решаем многие задачи, связанные с изучением космоса. Кавказская горная обсерватория, недавно построенный целый городок на Кавказе, это один из современных телескопов нашей страны. Он дополняет ту систему астрономических наблюдений, о которых я сказал. Я провел эту цепочку астрономических приборов и наблюдений, чтобы показать, что мы обладаем очень мощным оборудованием. И на этом оборудовании делается наука. Один из наших таких важных проектов, мы гордимся им, это проект «Ноев Ковчег». Это условное название, связанное с легендой, но на самом деле это создание клеточного материала всего живого, что было на Земле и есть. Надо решиться создать такой депозитарий, банк данных, клеточного материала. Такого банка данных в мире нет. Мы взялись за эту проблему, много лет уже, лет всем мы занимаемся этим проектом. Мы уже зафиксировали более миллиона образцов клеточного материала, создали 70 коллекций. Вот интересно, что наши ученые в рамках этого проекта открыли 250 новых живых существ на Земле, которых раньше человечество не знало. Это и небольшие, и в том числе и зверьки какие-то, которые мы впервые занесли в нашу базу данных. Мы этот проект очень ценим, он уникален. Такого проекта нет в других местах, но и очень много, около 300 ученых, аспирантов, студентов работают, собирая эту базу данных. Мы продолжаем этот проект, но и ковчег. Московский университет несколько лет назад выдвинул идею создания долины при Московском университете. Ну, в современном понимании, долина при университетах, западных, американских, это некая площадка, когда студенты, аспиранты, выпускники университета заходят в эти гаражи, так они называют, и занимаются созданием высоких технологий. Так возникали суперкомпьютеры, так возникла фирма Apple и другие. Мы впервые предложили создать такую долину, ну, правильное название, инновационный научно-технический центр Воробьевых горы при Московском университете. Такое решение было принято, был принят специальный закон нашей страны, выделены необходимые средства, и сейчас полным ходом идет строительство. Два корпуса через несколько месяцев уже будут введены в строй, и там уже находятся сотни проектов, ребята, которые делают технологии. Остальные корпуса строятся, в следующем году будут введены еще три корпуса. Таким образом, Московский университет создал при университете Толину, инновационный научно-технический центр. Его цель – интерфейс между образованием, учебой и дальнейшей работой выпускников. Те, кто пожелает заниматься созданием чего-то такого, что еще не было. Мы говорим, что это наши тоже будут гаражи, где можно паять микросхемы, если говорить совсем условно, создавать новые, не существующие раньше в мире технологии, на благо человека. Такая долина – это наша гордость, и она уже осуществляется созданием полным ходом. Теперь о самом процессе высшего образования, университетского образования у нас в МГУ. Мы отличаемся от почти всех университетов, почти всех страны, с тем, что у нас практически шестилетнее образование. Как оно устроено? Это наше предложение, принятое государством. У нас вот на 11 факультетах есть специалитет, 6 лет. То есть, поступая на такой факультет, МИХМАТ, ФИСФАК, КИМФАК и так далее, у нас программы обучения шестилетние. Вы будете учиться 6 лет. Это хорошо, это значит, что вы сможете глубоко получить фундаментальное образование. А для других факультетов есть возможность окончить бакалавриат 4 года. Но наше предложение, Московский университет, мы предлагаем выпускникам бакалавриата поступить в магистратуру, интегрированную с бакалавриатом, то есть по тому же направлению. Что это значит? Если вы учились в бакалавриат юриспруденция, то у нас есть возможность поступить еще на 2 года в магистратуру по этому же направлению. И тем самым это тоже шестилетнее образование, 4 плюс 2. Так вот, 90 с лишним процентов наших выпускников, практически все, выбирает этот путь, шестилетнее образование, то есть 2 года и после бакалавриата. Конечно, выпускники имеют право, получив диплом бакалавра для тех факультетов, где бакалавриат, уйти работать, но вот большинство, более 90% считают, что надо еще 2 года поучиться в интегрированной магистратуре. И это вот наше преимущество, шестилетнее образование. Поэтому мы с уверенностью говорим, что наши выпускники фундаментально подготовлены лучше и сильнее многих других. Образовательные программы Московского университета – это вот 12 специальностей, 45 направлений подготовки в бакалавриате, 48 направлений подготовки в магистратуре. Это огромный объем направлений, выбора. Он позволяет стать специалистом по любому направлению, которым, может быть, у вас уже оно существует и выбрано в душе. Московский университет выдает собственные дипломы. Это тоже наше преимущество, это решение правительства. Дипломы собственного образца на русском и английском формата А4. Мы отличаемся тем, что наши дипломы отдельно выдаются, дипломы Московского университета. Они признаются так же, как и дипломы других университетов и за рубежом, потому что это государственное решение, чтобы в Московском университете были собственные дипломы. Одна из важных находок последних пяти, может быть, уже больше лет – это межфакультетские курсы. Сейчас жизнь, общество и природа сделают вызовы перед человечеством. Она показывает, эти вызовы показывают, что на самом деле очень узкий подход к изучению проблемы недостаточен. Чтобы изучить данную проблему, надо привлекать знания многих смежных дисциплин. Ну, любое направление, погода. Ну, конечно, нельзя быть только географом, специалистом узким по прогнозу погоды. Погода – это и космос, физика. Погода – это и математика, базы данных. Погода – это и космические исследования, спутники и так далее. Погода – это серьезные последствия, биологи, химики. Поэтому по любому направлению, конечно, желательно браться за решение той или иной задачи, обладая таким междисциплинарным знанием. И вот мы выдвинули идею читать межфакультетские курсы. И вот ежегодно их считается около 300 межфакультетских курсов. 20 тысяч ребят слушает. Они обязаны один из курсов, или там как два положено, как на факультете, сдать в виде зачета или экзамена. Тем самым они не только получают знания по узкому своему направлению, например, математики. Они еще и должны сдать курс по биологии или там по экономике, по смежному направлению. И тем самым обогатить свой кругозор. Вот это наша находка. И она очень активно работает уже много лет. Вот 300 курсов – выбор фактически безграничен. Ребята сами выбирают те курсы из других направлений, которые им интересны. И они их посещают и сдают. Последний год мы ввели как обязательный для сдачи межфакультетский курс по искусственному интеллекту. И вот с 2021 года все обучающие должны сдать хотя бы один такой курс. У нас их 80 считается. Ну, это дань времени, ответ на вызовы. Искусственный интеллект сейчас является таким очень важным элементом познания в разных направлениях. Мы тоже авторы, это наши тоже изобретения, ноу-хау. Научно-образовательные школы. У нас, говорят, факультеты есть, мы видели. Но мы хотели, чтобы факультеты брались за тематику сообща. И поэтому предложили создать семь научно-образовательных школ. Это научное такое объединение. Образовательное объединение. Факультеты при этом не исчезают. Они работают, как и есть. Это структура. А мы создали такие научно-образовательные объединения. Так называемые школы. Вот эти школы по перспективным направлениям, они объединяют ученых и учат по магистрским программам или другим программам. И вот мы видим, что уже в рамках этих школ в 2021 году на магистрских программах было принято более 200 обучающихся. Я не говорю уже о тысячах публикаций, уже межфакультетских, междисциплинарных, сделанных учеными этих школ. Мы поддерживаем и финансовое существование этих объединений. Есть руководители в каждой научной школе. Есть процедура ее формирования, отчетности. Это тоже наше ноу-хау. И вот научно-образовательные школы очень помогают нам в учебном процессе, в научном процессе. И вот в том самом штучном способе подготовки специалистов. Ну вот названия этих школ, позвольте их не читать, они по самым новым, новейшим направлениям, и математические проблемы сложных систем, и фотоника, и мозг. Ну вот перед нами названия этих школ, это их эмблемы. И вот эти школы объединяют уже тысячи, больше тысячи ученых и очень многих ребят, студентов в программах, которые преподаются на площадках этих школ. Ну, о наших филиалах. Только что, совсем недавно, мы открыли наш филиал в Сарове, НГУ Саров. Это очень важное решение. Это создан кампус, создан университет в Сарове на отдельной площадке. Там комфортная зона для учебы, проживания, для отдыха. Он доступен для учебы иностранных студентов. И мы уже начали там преподавание в этом году. Ведем магистрские программы, огромный конкурс. И главное, что филиал НГУ Саров посвящен обучению фундаментальным направлениям физики, математики, информатики. И это вот только что созданный наш новый филиал в Сарове. Про возможность обучения иностранным ребятам. Ну и ребятам из других стран. Я уверен, что многие из них сегодня подключены. Мы ждем вас. Мы ждем вас в Московском университете. Я уже говорил, что у нас не менее 7 тысяч ежегодно учатся ребят из 60 примерно стран. Образовательные программы в иностранных языках у нас это преподается для всех ребят. Мы считаем, что они должны быть подготовлены для общения, чтения лекций на иностранных языках. Это наши ребята. Международные форумы проводим очень много. Ну и, конечно, я уже сказал, что более чем в 60 стран у нас состав студентов. И преподавателей иностранцев, которые преподают в Московском университете. Позвольте мне как бы в заключении коснуться студентской жизни. Это очень важно. Вы хотели бы эти 5-6 лет пробыть не просто только за партой, а это ваша жизнь. Вы должны себя к ней подготовить. Это и отдых, и развлечение, ну и все, что требуется для успешной жизни в дальнейшем. У нас несколько кампусов, около 20 тысяч мест общежитий в сумме. В основном эти кампусы в шаговой доступности от главного здания и очень комфортные. Это общежитие в самом главном здании, но построено рядом общежитие. Другие общежития. И вот мы обеспечим практически всех, кто нуждается, ну вот пятая зона это не так далеко, если ближе, получить общежитие и комфортно жить в общежитии во время учебы. Кампус Московского университета. Это уникальный кампус. Он стал символом образования в мире. Вот наш Московский университет. Это около тысячи зданий. Очень комфортная среда для учебы, для отдыха. Мы имеем все спортивные сооружения, которые необходимы для занятия спортом. И спортзалы, и площадки открытые, и закрытые для игр. Бассейн. То есть Московский университет это современный университет, приспособленный для учебы, отдыха и развития физического здоровья студентов. Вот я упоминал наш Татьянин день. Мы родили традицию. Татьянин день, ректор Московского университета. Всем желающим, это может тысяча, больше студентов, кто приходит разливать так называемую медовуху, сваренную из меда, который ректор сумеет добыть в течение года. Это медовухо вкусный напиток, он стал традиционно уже принятым, и ребята требуют, чтобы из рук ректора вот бокальчик этого сладкого напитка получить. У нас существует традиция масленица, это известная древняя традиция, проводы весны. И мы сессию провожаем, сжигаем чучело сессии, как ненужную. Ну и я, как ректор, пеку блины, раздаю ребятам. Вот справа, это наша память о тяжелых годах войны. На территории дома отдыха Московского университета, в 100 километрах от Москвы, состоялось историческое событие. В 41-м году в Москве угрожало падение. Враг уже отдал приказ уничтожить Москву. Находился в нескольких десятках километров от Москвы. И вот в доме отдыха Красновидова состоялось историческое событие. Было проведено заседание штаба Западного фронта. Вот под каской, как бы пробитой осколками, находится все руководство тогда страны. И Ворошилов, и Молотов, и Жуков, и Конев. И было принято решение главным командованием страны, чтобы спасти Москву, назначить командующим Западного фронта Жукова. А Конев стал его заместителем. И вот это решение Ставки оказалось решающим. Новому командованию удалось организовать сначала обороны Москвы, а через месяц с небольшим известное контнаступление под Москвой в 41-м году, которое спасло Москву. Вот справа находится дочь Георгия Константиновича и дочь Конева. Они живы, здоровы. Это дочери легендарных наших победителей Жукова и Конева, которые пришли на открытие этого памятника. И вот этот памятник стал теперь местом, когда приходят студенты куда, и они отдают дань победителям, благодарят их. Это памятник на территории нашего дома отдыха. Я считал нужным о нем сказать, поскольку он уже стал тем символом, который объединяет хорошее чувство студентов, любовь к своей родине. У нас несколько организаций студенческих. Вот они, Студентский союз, Студентский совет, Студентский спортивный комитет, Студком и Студентский профсоюз. Эти организации очень активно работают, организуя студентскую жизнь. Мы с ними регулярно встречаемся, и скоро я поеду с ними в Красновидово, вот о котором я сказал, на один день для встречи, обсуждения проблем студентской жизни. Ну и спорт, вы знаете, мы гордимся нашими олимпийскими чемпионами, нашими чемпионами мира. Им гордится вся страна, а они наши студенты. Это и Привалова, и Киселева, и Софья Великая, и Климов, и Лисун, и Ромашина, и Шишкина, и Пацкевич, и Чигирева. Вот они, наши герои, которым рукоплескал весь мир. Победители олимпийских игр и чемпионата мира. Наши дома отдыха для студентов, они у нас по всей территории страны, достаточно посмотреть на слайд. И вот есть тот самый дом отдыха в Красновидово, где памятник сооружен, он вверху, слева. У нас есть пансионат «Солнечный» в Абхазии, пансионат «Университетский» в Подмосковье, пансионат «Буревестник» в районе Сочи на берегу моря. Таким образом, у нас есть все возможности для летних спортивных игр, пребывания студентов. И каждый желающий студент может где-то вот этим, своим отпуском воспользоваться нашим домом отдыха или пансионатом. И вопрос, как поступать в МГУ. При поступлении в Московский университет возможно подать документы на пять направлений подготовки или специальностей. Возможность подачи на согласие не будет четыре раза. Ну, в итоге выбирается то, куда подан аттестат. Все это находится на сайте, вся информация и подача заявлений, и вот как, в общем, можно оформить эту подачу. Пожалуйста, обращайтесь на сайт. Вопросы абитриентов. Я остановлюсь на наиболее часто задаваемых вопросах. И повторю, что буквально сразу после нашей встречи начнутся встречи на факультетах, где деканы факультета, профессора и студенты продолжат отвечать на ваши вопросы и рассказывать уже о своем факультете. Поэтому смотрите программу «Встреч на факультетах». Из наиболее часто задаваемых вопросов следующее. Могу ли я подать документы дистанционно? Немного мы этого коснулись. Да, в 2022 году абитуриенты могут подавать документы через систему электронной подачи МГУ, веб-анкета или через госуслуги. Пожалуйста, это легко сделать. Второй вопрос. При подаче документов нужно ли наличие медицинской справки? Ответ. Медицинская справка необходима при поступлении на факультет фундаментальной медицины, специальность лечебное дело и фармация, и на факультет психологии, специальность педагогоника и психология девиантного поведения. А на остальные факультеты медицинская справка на момент подачи документов не требуется. Не требуется, кроме двух. Уважаемые друзья, мы ждем вас в Московском университете. Когда вы будете выступать, вот так будет свести деревья вокруг МГУ, радовать ваш глаз. А вы готовьтесь, и мы вас ждем в Московском университете. До встречи 1 сентября в актовом зале, по традиции, с вами, поступившими на первый курс Московского университета. Желаю вам успеха.